В этом году во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства врачом года в номинации «Лучший эксперт» стал доктор республиканского онкодиспансера Евгений Москвичев. Ему 38 лет, а он уже доктор медицинских наук, заведующий отделением, преподаватель медицинского факультета Чувашского госуниверситета, а еще капитан команды диспансера по бальным танцам. В современной медицине большое значение придается диагностике. В арсенале врачей множество самых разных методов обследования. Главный инструмент в работе патолого-анатома онкодиспансера – микроскоп. Только тщательное изучение характера ткани, определение вида опухоли дает возможность выбрать правильный метод лечения, а значит исцелить больного, победив опухоль. Специальность патолого-анатома не считается в медицинской среде какой-то престижной. Множество всяких шуточек существует по этому поводу, что если ты не нашел себя ни в какой другой специальности, значит прямая дорога тебе в патонатомию вскрывать труп. И опять же, к сожалению, люди ведь не знают. Мы всегда находимся за кадром. Деятельность патолого-анатома – это не только секционная работа, не только вскрытие трупов и установление причины смерти. Основная и ключевая работа патоморфолога – это прижизненная диагностика, то есть постановка правильного морфологического диагноза, на основании которого строится вся тактика лечения пациента. Зачастую во время оперативного вмешательства хирурги-онкологи зовут на помощь коллег. Чтобы провести гистологическое исследование опухоли, им нужно понять, сколько еще времени займет операция. Работа в онкологии и работа в моей специальности достаточно тяжела, особенно для человека с непонготовленной психикой, потому что мы, к величайшему сожалению, часто нам приходится констатировать, что у пациента все-таки есть злокачественный процесс. Но наука очень сильно шагнула вперед, и сейчас, сегодня злокачественный процесс – это уже не приговор далеко. То есть надо всегда вселить в пациента надежду, то есть объяснить ему, чтобы он ничего не боялся, чтобы он настраивался на лечение, чтобы у него был хороший душевный настрой, потому что залогом всего является, конечно же, состояние душевного человека, чтобы он не боялся, не опускал руки и продолжал бороться. Стать врачом Евгений Москвичев решил по настоянию мамы, которая интуитивно чувствовала, что оба ее сына смогут найти свое призвание в медицине. Младший брат нашего героя – стоматолог. Евгений же сделал первый шаг в профессии еще в школе. В детстве, когда учился в школе, мне всегда очень нравилась биология. Это был моим самым любимым предметом. Я, вот как сейчас помню, в шестом классе, когда нам только принесли микроскопы, поставили на стол, и мы смотрели луковую челуху. Наверное, вы тоже это смотрели под микроскопом, все смотрели без исключения. И я помню, что лучше всех, во-первых, я смотрел микроскоп, я сразу увидел все эти чешуечки, я увидел ядра, и я лучше всех нарисовал эту луковую картиночку. Когда я принес учителю по биологии, она так впечатлилась. А потом мы стали с ней заниматься в индивидуальном порядке, я стал принимать участие в олимпиадах по биологии. Ну, я понял, что вот именно эта специальность, наверное, то есть естествознание, оно, пожалуй, для меня наиболее интересно. Детство Евгения прошло на далекой Чукотке. Окончив школу, он поступил в Хабаровский мединститут, а после второго курса судьба привела его в Чебоксары. Здесь и началась его карьера, которую уже можно назвать успешной. Женя вообще личность разносторонняя. Со студенческих лет буквально это занятие наукой. И увлечение патанатомией, то есть после того, как он закончил ординатору. Женя пришел в диспансер чуть-чуть попозже, чем я, по-моему, на год. На год позже. И устроился работать в патолого-анатомическом отделении наше. И вот на сегодняшний день он стал заведующим патолого-анатомическим отделением. Я думаю, это один из самых грамотных специалистов патолого-анатомов в нашей республике. Все новые технологии, любые анализы, любая консультация, которую можно получить, это нужно обращаться к Евгению Васильевичу. Я знаю Евгения Васильевича с 2001 года. То есть на протяжении 15 лет, с тех самых пор, как он поступил к нам в ординатуру при кафедре. И вот за эти 15 лет, я считаю, что Евгений Васильевич успел очень много нашего общения, нашей работы. Он защитил две диссертации, одну кандидатскую, другую докторскую. Он стал очень профессионалом большим в онкоморфологии. И он состоялся как замечательный педагог высшей школы. В онкологии особый принцип работы, так называемый мультидисциплинарный подход. В борьбе с опухолями врачи используют все возможные методы. Сообщи обсуждают каждый сложный случай. При необходимости обращаются к коллегам научного центра имени Блохина. Ведущие хирурги регулярно проводят выездные мастер-классы, делятся опытом на обучающих семинарах. В последние годы онкологическая служба республики сделала стремительный шаг в своем развитии. В России и здесь, в Чебоксарах, работают прекрасные хирурги и прекрасные онкологи и онкогинекологи. Мастер-класс – это не только обучающее мероприятие. Мы надеемся, что это будет обмен мнениями. Совсем скоро наши онкологи начнут оперировать в новом хирургическом корпусе с современным оснащением. Здесь все организовано так, чтобы поступивший пациент в течение трех дней смог пройти полное обследование и при необходимости сразу попасть на хирургический стул. Наши специалисты готовы к большому объему сложнейших оперативных вмешательств. Думаю, что это лучший образец того, что нужно тиражировать и показывать всем, не только нашим отечественным руководителям, но и зарубежным коллегам. Это не стыдно показать, это нужно делать. Нужно показать, как при минимальных затратах получить максимальный эффект. В последние годы в республике число больных разными формами рака становится все больше. Но этот показатель врачей не пугает. У вас резко повысилась активная выявляемость онкологических заболеваний. Она превысила европейский порог 23-24%. У вас реально увеличилась выявляемость на ранних стадиях, первой и второй. Это более 53-54%. Таким образом, есть шанс у пациентов получить эффективную помощь. Мы будем вместе развивать ядерную медицину, которая фактически могла бы точечно выжигать опухоли очень маленьких размеров, 1-2 мм. И Чувашия достойна, чтобы быть площадкой для инновационного развития онкологии. В числе первых в России наши онкологи внедрили реабилитацию больных. С пациентами занимаются и физиотерапевты, и инструкторы по физкультуре, и психологи. Исцелившиеся люди активно общаются, поддерживают друг друга, помогают вернуться к прежней жизни. Коллектив республиканского оркодиспансера – это команда уникальных специалистов. Здесь каждый старается держать высокую планку. Коллеги ценят не только профессиональные качества друг друга, но и, конечно, личные. И наш герой Евгений Москвичев чтит традиции команды, сложившиеся годами. В первую очередь это порядочность. Мне кажется, это для доктора очень важное качество. Это человечность, потому что Евгений Васильевич может найти подход к каждому сотруднику, и не только к сотруднику, но и к пациенту тоже. Найти какие-то добрые слова, слова поддержки для каждого. Он очень порядочный человек. Вот для меня это важно. Человек, который не подставит никого, человек, который никогда не предаст. Он, безусловно, умный человек. И очень работоспособный человек. Причем, знаете, вот у него работает он очень добротно и очень глубоко. В чем бы это ни проявлялось? Если он делает диссертацию, то до блеска. И защищает также. Если он водит машину, то он водит ее очень хорошо, очень надежно, почти профессионально. Если он преподаватель, то многие студенты считают его лучшим преподавателем на кафедре. Если он семьянин, то великолепный. У него очень хорошая семья, трое детей. Согласитесь, это большой подвиг, я бы сказала, для человека, который занят и наукой, и работой. Евгений Москвичев, лучший эксперт года в России, имеет статус и самого сильного мужчины у себя в клинике. Уже 20 лет он систематически занимается в тренажерном зале, а с прошлого года включился в корпоративное танцевальное движение. Многие сотрудники здесь занимаются бальными танцами. И Евгений Васильевич – капитан команды. Мой главный источник энергии и жизненной силы – это моя семья. Моя супруга, мои дети. То есть, когда дома все в порядке, дома лат, это, конечно же, нужно иметь всегда очень крепкий тыл. Я занимаюсь преподавательской деятельностью, преподаю в университете, опять же, работаю на кафедре Ларисы Михайловны Меркуловой. И общение со студентами, с молодежью, с коллегами – вот это тоже дополнительный заряд энергии и бодрости для меня. За годы работы в онкологии у доктора сложилось понимание, как надо жить, чтобы уберечь себя от рака. Надо жить в гармонии. В гармонии с самим собой. В гармонии со своим внутренним я. То есть, должен быть во всем баланс. Правильное питание, безусловно. Спорт, безусловно. Здоровые отношения в семье. Здоровые отношения на работе. Стресс. Ведь колоссальное значение для развития и для рецидивирования прогрессии онкологических заболеваний имеет вот эта вот самая нездоровая совершенно психологическая обстановка у человека. По этой причине нужно жить и радоваться жизни. Действия, которые были придуманы не мной. Понимаете? Но когда ты работаешь и сталкиваешься с этим, ты просто по-другому начинаешь это всё понимать и осознавать, какой большой смысл заложен в этих словах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова